Друзья, вот меня спрашивают девушки, а как же зацепить мужчину, а как же поиграть его гармошками, блядь? Я же не говорил о том, что это хорошо, это плохо. Играть гормонами друг друга, это плохо, это говнище. Я же, если уже не знаю, срать, блядь, ну, так же, как и ревновать, так же, как и срать в своей, там, не знаю, постели, дома, на ковре. Точно так же играть гормонами друг друга и, блядь, это легко. Начните предъявлять претензии. Как поиграть гормонами мужчины? Начните предъявлять ему претензии. Ебать ему мозг, обвинять его во всем, что он мудак, что он нихуя не зарабатывает. А потом трахайтесь. Вот, доведите его до иступления, чтобы он, не знаю, там, вены все начал резать. А потом, скажите, блядь, любимый, поглотите его и в постель тащите. И трахайтесь. И будет кайф вам, блядь, как под мефом, блядь, будете охуевать. Так у вас получится раз, два, потом год, может, два. А потом вы, если не убьете друг друга, вот, то вообще, блядь, искалечьте психику. Мужчина, скорее всего, сдохнет раньше времени, где-то там годам, ну, к сорока, может, раньше. Вот, или нахуй съебется, вы останетесь. Ну, потом найдете себе другого, будете ему мозг кибать. Подсадить мужчину на эмоции очень легко. С первых дней знакомства делайте невинные глаза, вы такая, блядь, охуительная, вся такая добрая, милая, слушаете его и начинайте ревновать жестко, блядь, к каждой хуйне. Выключать телефон, не отвечать на звонки, вот, подсаживать его на эмоции, и все, и потом, и вот это вот, блядь, из ее мозга будет вас сближать. Я думаю, все девушки это знают, они не знают, они это чувствуют, потому что, ну, как, это такой инстинкт животные, блядь, другого нет. Сексом-то вы с детства не занимались, в школе учились, поэтому хуйней занимались, а не сексом. Поэтому вы не знаете, как, вас всю жизнь учили, блядь, оскорблять друг друга, унижать, нахуй посылать. Ну, как, что с вами учителя в школе делают? Все время говорят, дебилка, дебил, болван, двоечник, родители вам. Вы, вы, вот эти эмоции, вы и понимаете, у вас все время этот адреналин, вот, потом бежали в комнату к себе, запирались, дрочили, чтобы снять стресс. Вот вам и, вот эти вот импульсы сексуальные у вас, вот эти инстинкты новые, и появились, и дальше вы после школы ничего другого больше не имеете. Вот как вас пиздили, потом вы дрочили, так же вы пиздите своих любимых, и потом идете трахаетесь с ними, или дрочите. То есть, для вас любовь, это вызвать стресс и снять его. И вот это вот, отсюда вот эта вот, да, поговорка, значит, бьет, значит, любит, от любви до ненависти, хуета, блядь, быдлячая, в которую вы очень любите играть. Да, пожалуйста, это очень легко, все время по любому поводу. А мужчина, вы не думайте, что чем вы будете больше угождать женщине, и вообще постарайтесь полностью ей угодить, тем она меньше будет предъявлять вам претензий. Наоборот, претензии будут более изощренные. И это все сексуальное извращение. Вот это настоящее сексуальное извращение. Вот это самое страшное по силе своей проявление фобии. Это домашние сексуальные приемы вот эти, которые ведут потом к снятию стресса через дрочку или секс. И да, и в этот момент, когда мужчины начинают трахаться женщиной, просто по себе, я знаю, по своей семейной жизни у нас так было, вы потом начинаете ненавидеть свою женщину, вы ее трахаете, и вот эта ненависть, блядь, презрение к ней, как к шлюке, как к мрази, которая вас оскорбляла, унижала, доводила вас, блядь, все время приебывала, вы начинаете ебать так, что вот как будто, блядь, убить хочется. И от этого у вас вот это возбуждение, вот эта маньячная у вас сущность начинает проявляться. То есть вы в этот момент становитесь просто как бы бомбой замедленного действия, потому что когда вот вас проснется по-настоящему маньяк, вот тогда произойдет трагедия. И вы все для этого делаете. Школа все для этого сделала, ваши родители сделали. И дальше вы продолжаете дома вот устраивать этот кошмар, сексуальные игры, извращения. Ладно, игры там ролевые, но вы же впрямую, я как, у меня рука, плечо не поднимается, у меня теперь манера другая, вот так вот ручкой делать. Зато правильно могу оружие держать, блядь. У меня всегда будет локоть поджат, потому что я у нихуя поднять не могу. Вот, поэтому, я просто сейчас обратил внимание, такой смешной, как пингвин или как, не знаю. Вот. Короче, да, ну так вы занимаетесь не правильными играми сексуальными, извращениями. Там, ладно, плетки, ладно, там, привязывайте к кровати, поиграли. Вы же по-настоящему друг друга мучаете, чтобы получить вот это удовольствие сексуальное. Это почти бессознательно. Тут любви нет никакой. Это чистые эмоции. Поэтому, мужчина, вы знаете, что вы умрете очень быстро. Или, ну, совершите какой-то трагический поступок по отношению к себе или к женщине, к своей. Поэтому, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Это первые строки Пушкина, который, наоборот, высмеивал этот юношеский порыв, который наивно думать вот таким образом, что некая стратегия, вот, меньше обращать внимание, там, вызывать, она ведет к какой-то радости, к счастью. Да, это привлекает женщин на животном уровне, но никакой радости, взаимодействия, любви, там, и этого нет ничего. Это просто манипулирование друг другом. Вы спрашиваете меня, как манипулировать друг другом? Как вызвать у мужчины такие же эмоции? Ну, если нет денег на наркотики, то, да, конечно, пиздите друг друга, морально уничтожайте, вот, такими воздействиями, обвинениями, оскорблениями, вот, только так. А потом начинайте в постели оскорблять свою женщину, и это вас очень возбудит, и ее очень возбудит. Унижайте ее, говорите, что она мразь, и причем это будет органично, за все то, что она вам наговорила до этого, за все эти обвинения, вы никаких других слов ей не сможете сказать. Вот. Спросите меня, как надо, как правильно? Правильно это, чтобы у вас язык не повернулся своей девушке, своей любимой, сказать любое оскорбительное слово, даже в постели, даже во время секса. Вот это, на мой взгляд, благо. Вот это, на мой взгляд, вообще идеально. Только нежные, охуительно нежные такие чувства, чтобы язык не повернулся, даже замечание какое-то сделать своей любимой женщине. Вот это, я считаю, вообще высший секс. А как так сделать, если она вам претензии предъявляет, и все время вас в чем-то упрекает, обижается, что-то это самое, хочется ее сразу мразью назвать, тварью ебаной, падлой, сука, шлюхой ебаной, выебатей. Вот только так, а как? Вот поэтому и думайте, с кем вы живете. Как вам хочется свою женщину дома назвать, шлюхой во время секса, или чуси-пуси, блядь, так вот, чтобы прям пиздец, вот вам носиком потереться, об нее хотелось все время нежно-нежно. Я вот расстался с той, которой мне все время хотелось шлюхой обзывать, потому что мне по-другому никак, где других слов я не находил для нее. В общем, я раньше не съебался, непонятно. Вот, так что подумайте, подумайте. Наверное, потому что я не знал, что по-другому бывает. А по-другому оно просто так не бывает. По-другому оно бывает только если вы это создаете. Если вы на это начинаете думать, почему, блядь, такая хуйня, почему люди вот так вот, сука, общаются, почему они, блядь, все время приебываются, почему они, блядь, находят какие-то поводы для скандалов, для каких-то замечаний. Разве, вроде, вроде да, вроде он действительно есть повод для... Да нет этих поводов, их нету. Ни с той, ни с другой стороны нет и не бывает, и быть не может. Ни одного повода не может быть для претензий. Ни одного. Это все иллюзия. Вы живете... Те, кто вот эти претензии предъявляет, и те, кто строит свои сексуальные отношения, и любовь, и связь, взаимодействие, вот это вот скрепляющее чувство на претензиях, и на постоянных разговорах, выяснениях отношений и проблемах. Вы живете в иллюзии, в очень гнусной, мерзкой, социальной иллюзии, которая подогревает вас вот эти рычаги контроля над вами. И если вы так думаете, живете в этой иллюзии, вами легко управлять, вас легко заставлять, направлять, обирать вас, обманывать, и делать с вами вообще все, что угодно. Вы просто в этот момент материал, сырье. Обычное сырье, которое можно использовать для любой хуйни. Пока у вас вот в эти, у вас есть вот эти негативные эмоции по отношению друг к другу, и вам кажется, что это любовь. А теперь вы меня спрашиваете, Владимир, а как найти такую женщину? А разве речь только о женщинах? А как найти такого мужчину? Но неправильно фокусируете внимание на причинах явлений всех. Причины только здесь. Вы являетесь причиной всего. Вы центр. Вы создаете эту реальность. Чему потакаете, то и получаете. Что делаете, то и получаете в ответ. Как вы любите, так любят вас. Как вы внимательно относитесь к своему мужчине или к женщине, так он внимательно относится к вам. А что значит внимание? Это не значит угождать все время, пытаться что-то угодить. А это значит, ну, грубо говоря, проще говоря, любоваться. То есть брать все. То есть быть жадным до внимания. То есть это внимание приносит вам удовольствие. Вы внимаете не для того, чтобы не пропустить ее желание или еще что-то. Вы желаете. Вы. Это ваше желание. Вы исполняете, а не ее. Находясь с ней, вы исполняете свое желание. Что вы делаете для себя, когда вы рядом с женщиной или с мужчиной. Вы поглощаете ее полностью. И для этого, чтобы она была для вас полной. Чтобы в ней сочеталось все, все, все. Или в нем все, что вам нравится. Вы это создаете. Создаете в ней или в нем. Вы все делаете для того, чтобы любоваться этим. Получать удовольствие от нахождения рядом с этим. С самим собой практически. Это ваше отражение. Вы создаете свое отражение. Не относитесь к вашему мужчине или женщине, как к своему какому-то вот животному. Это вы и есть. Когда вы начнете к себе, к ней относиться как к себе, вот тогда вы начнете любить себя. Любовь к себе, это не значит огородиться от всех и вот сказать, расчертить границу. Сказать, пока не на люблю себя, границы не открою. Нет. Любовь к себе, это как раз и есть раскрытие границ. Убирание их, стирание полностью. Когда вы любуетесь собой через этот мир окружающий. Вот это и есть любовь. А не презираете его. И говорите, я ненавижу мир, а люблю вот себя. Пока не на люблю, мир не полюблю. Не полюбите вы себя, пока мир не полюбите. И все, что в нем. Пока его не начнете впускать. Пока не начнете его любоваться, как самим собой. Это и есть вы. И тот человек рядом с вами, это и есть вы. Вот так вот. Все, короче. Можно было поинтереснее сказать, но я не хочу. Мужчины, женщины. Не стоит этой хуйни стыдиться. Нам всем это раздали. И мы все с этим можем справиться. Если это осознавать и потихоньку убирать. Это есть у каждого. Не думайте, что вы какие-то в этом смысле неправильные. Или больные, ебнутые. Это убирается. Потихонечку, день за днем. Осознаем эти вещи в себе, вот эти негативные. И просто как напряжение в мышцах. Ослабеваем это. Знаете, когда первый раз садитесь за руль. Вы вцепляетесь в руль. Так вот прям. Думаете, что от этого будет вам как бы правильно водить. Силу прикладывать. Но вот у нас такой внутренний гидроусилитель есть, да, как в машине. Который делает за нас эту работу. Не нужно напрягать ни мозг, ни мышцы. Точно так же, как мы можем осознать напряжение в мышцах и расслабить их. Излишний зажим, да. Вдруг вы ловите себя на том, что вы в чем-то неуверенны. И вы в таком зажиме находитесь. У вас что-то там перекосило. Как-то там нервный тик. Оп, осознали. Оп, убрали. Оп, ослабили. Так же и здесь в голове. Вот все. Вот эта негативная мысль пошла. Захотелось приебаться. Знаете, что это вы тем самым себя прикрываете. Вы не просто прикрываете, а обманываете себя. Когда к кому-то приебываетесь, когда какие-то замечания. Их нет, их не существует. Это иллюзия. Вы себя обманываете. И вот ловите себя на этом обмане и ослабеваете напряжение в голове. Убирайте эту мысль. Раз за разом будет получаться. И так вы пойдете в беспрерывный процесс осознавания себя. И это все, вот эта хуйня начинает растворяться. Вы будете уссываться над собой каждый день. Потому что она полностью не исчезнет. Это всегда будет. Эта хуйня всегда будет. Потому что это механизм. Это механизм просто он служит другим вещам. Он для другого создан природой. Но, к сожалению, вот так вот случилось эволюционно. Что вот он начал. Не знаю. Как, не знаю. Деревья же тоже болеют. Несмотря на то, что это природа идеальна. Мы так же. Это такая болезнь. Такая аномалия. Ее можно убирать. Поэтому деревья и связываются с мицелиями. Мицелий помогает деревьям. И нам грибы. И мицелий помогает тоже. Надо связываться с природой. Пока мы не будем взаимодействовать. Мы не нащупываем этот баланс и гармонию. И всегда будем вот в этом негатив. Потому что негативные эмоции. Вот эти все вот. Вот эти все зажимы в голове и в теле. Это все болезни, которые мы можем убирать. Если будем прислушиваться к природе. Не только к себе отцу. А через созерцание. Через связь. Через убирание вот этого завышенной важности. Что я типа все могу. Я все сам умею. Нет. Иногда нужно и отвары попить. И травки попить. И грибочков поесть. Поэтому чтобы это все ушло. И будете смеяться сначала над этим механизмом. Как он у вас будет провоцировать на эту всю хуйню. А потом оп оп. Он и перейдет в другую. Как все то, что связано со злостью. С ненавистью, презрением, ревностью. Вы будете использовать просто как топливо. Эта энергия, которую вы просто неправильно направляете. Будете ее использовать для более клевых вещей в жизни. А еще спрашивают. А как же быть с менструальным периодом. Когда у женщины гормоны ебашит. И все вот это ей там больно. Негативные эмоции и так далее. Ни хуя. Это не повод для снисхождения и так далее. Конечно надо позаботиться. Заботиться в этот момент девушке непросто бывает. Зачастую бывает. Очень больно. Но это абсолютно не оправдание для того, чтобы она изводила вас. Нет. Это все туда же. Это разницы нет. Никакой вообще. Никакой разницы. Помочь, да. Водички принести. Лекарства. За лекарством сходить. В постельки полежать. Погладить. Но никак не терпеть. Конечно же очень трудно найти того, с кем можно построить. С кем можно проснуться. С кем можно вот осознать эти вещи в себе. И вместе обоюдно взаимодействие. Помочь друг другу вытянуть себя из этого болота галлюцинаций. И кому-то это легче дается. Кому-то сложнее. А кто-то наглухо. Почти наглухо. Или надо потратить всю свою жизнь, чтобы вытащить его. Такие люди, мужчины в основном, которые через алкоголь находят свое какое-то вот успокоение. С ними вообще, к сожалению, некоторых придется бросить в печку. Как говорится, естественный отбор. Не сможете вы потратить свою жизнь на то, чтобы выдрессировать. Не выдрессировать, а помочь. Как доктор, помочь кому-то проснуться и вытащить себя из иллюзий. Просто это рискованное мероприятие. Может, получится, попробуйте. Но в противном случае вас убьют. Или вы сами умрете от инфаркта или от инсульта. Поэтому это очень опасно. Вот брать какую-то женщину. Я общаюсь, например, у меня был жесткий отбор. Правда, у всех эти штуки вылезли рано или поздно. Но мы хотя бы имели какую-то базу, какую-то уже сознательность, возможность, так сказать, для видения друг друга, для уважения друг к другу. Вот если изначально это уважение проявлено, хотя бы год оно проявлено, потому что все равно вылезет говно. Тогда уже с этим говном может проработать. Главное, что оно не доминирующее. Вот. Если оно доминирующее, к сожалению, нахуй, только нахуй. Все, блядь. Изолироваться полностью от этих людей. Я не знаю, как с ними по-другому. У меня нет. Может, кто-то умеет. У кого-то есть такие способности. Я говорю лишь о своих способностях. У меня таких нет.